МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Амурского областного новости. В студии Евгений Макитрюк. И коротко о главных темах этого дня. Встреча с президентом. Владимир Путин поздравил избранных глав регионов с победой на выборах. На карантине в Благовещенском районе обнаружены зараженные оспой овцы. Работа есть. Ярмарка вакансий для людей предпенсионного возраста и пенсионеров прошла в Амурском областном центре занятости. Поезд дружбы. Столицу Преамурья впервые посетила молодежная делегация из Японии. Ну а теперь об этих и других темах. Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с избранными главами регионов. В ней принял участие и Василий Орлов, уверенно победивший на выборах в Амурской области. Открывая встречу, Владимир Путин поздравил избранных губернаторов с победой на прошедших 9 сентября выборах и попросил глав регионов максимально быстро включиться в работу. Я хочу поздравить всех вас с победой на выборах. Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября получили мандат доверия от избирателей. Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех лишь начало вашей серьезной и большой работы. И вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу. Глава государства обозначил задачи, которые стоят перед избранными губернаторами. Президент назвал их общенациональными и подчеркнул, решаться они должны, вне зависимости от политической принадлежности, новых глав. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. А чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересные работы, и достаток. Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни. Хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы. Все эти вопросы решаются, что называется, в конкретной работе, как у нас говорят часто, на земле. То есть от вас. Особое внимание Владимир Путин уделил налаживанию обратной связи между простыми жителями и властью. Президент подчеркнул, что не нужно закрываться от населения, а важно слышать проблемы каждого и решать их максимально быстро. Ваша задача, как избранных глав субъектов федерации, услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Путин также обратил внимание на необходимость выстраивать конструктивное общение и сотрудничество с местным самоуправлением, а также оказывать содействие добровольцам. Создать работающие социальные лифты с использованием механизма конкурса «Лидеры России». Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. И к другим темам выпуска. В одном из хозяйств Благовещенского района введен карантин. В местном стадии овец выявлена оспа. Постановление о временном закрытии крестьянско-фермерского хозяйства подписал в рио губернатора Василий Орлов. По данным Управления ветеринарии племенного животноводства, Клинические признаки оспы обнаружены у 48 овец. Остальные животные здоровы. В настоящий момент специалисты центра проводят вакцинацию мелкого рогатого скота в радиусе 10 километров от очага заболевания. Устанавливается, каким образом животные могли заразиться. Известно, что аналогичная вспышка была зафиксирована в соседнем государстве КНР. В Управлении ветеринарии напоминают, что для человека данное заболевание опасности не представляет, так же, как и для самих овец. Уничтожать их не будут, а после соответствующего лечения выпустят обратно в стадо. Новый референтный центр «Росельхознадзор» открылся в Благовещенске. На сегодняшний день это единственная в Преамурье лаборатория, где будут исследовать продукты животного и растительного происхождения в соответствии с требованиями Международного таможенного регламента. Мы даем начало работ испытателям лаборатории Амурского филиала ПТУ Благовещенске и билетный центр «Росельхознадзора». Новый центр оснащен самым современным оборудованием, которое будет использоваться в пяти лабораториях. На этой базе станут проводить полный комплекс исследований на качество и безопасность в сельхозпродукции, продуктов питания, продовольственного сырья, почвы, воды, кормов и кормовых добавок, а также семян, зерна и продуктов его переработки. На сегодняшний день в области это единственная экспертная организация, которая может проводить подобные анализы полномасштабно и оперативно в соответствии со всеми международными стандартами. Это необходимо для импорта, экспорта товаров. Здесь же будет проводиться и сертификация продукции. Мы приобрели, уже провели закупку, и буквально у нас не сегодня, а завтра поступит это жидкостный хроматомасспектрометр, газовый хроматомасспектрометр и жидкостный хроматограф последнего поколения производитель фирмы Шимацу, японская. Это супер уникальное оборудование, на котором можно проводить спектр исследований на этом оборудовании, но его сложно представить. Покупаете ГСО, то есть системы, и все, и можете смотреть все, начиная от наркотиков, заканчивая пестицидами, антимикробными препаратами. И это оборудование, оно проводит уже арбитражные методы. Поэтому суд, международный, не международный, все это проходит спокойно. Восемь работодателей, 67 вакансий, почти сотня соискателей. В Амурском центре занятости состоялась ярмарка вакансий для людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Она стала уже третьей в этом году. Вообще же подобные мероприятия проводят несколько лет. Какие вакансии сейчас предлагает старшему поколению и есть ли спрос на рабочие места, смотрите далее. Галине Овсянниковой 66 лет. На ярмарку вакансий, говорит, пришла потому, что готова еще поработать. Да и пенсии не хватает. Из предложенного для себя выделила место повара. Но готова пойти и уборщицей. Я бы, конечно, считаю, что я смогу работать, но не знаю, в какой сфере меня могут принять. Специальностей у меня очень много. Я была дамским мастером. Потом по службе мужа я меняла место жительства и меняла место работы. Как рассказали организаторы ярмарки, мероприятия устраивают уже несколько лет. Проводят по четыре ярмарки в год, раз в квартал. Летом спрос на вакансии и собственное предложение ниже, чем зимой. Летний период для организации – время своеобразного затишья. На сегодняшний день на ярмарке восемь предприятий присутствует. Они выставили 67 вакансий. И вот по соискателям я посчитал, сейчас где-то под 100 человек уже зашло в зал. И люди, вы видите, еще подходят. Поэтому они желательны. То есть пенсионеры ждут их с нетерпением, эти ярмарки. Ну, трудоустраиваются, конечно, не все, но кто-то находит работу. Среди вакансий, которые предлагают предприятия города, повар, уборщик, сторож. Есть также место бухгалтера по зарплате из завхоза в одном из детских садов Благовещенска. В последнем, кстати, рассказали людей предпенсионного возраста и пенсионеров готовы взять сразу по нескольким причинам. На эти должности, конечно, нужны люди с опытом, люди желающие работать. А люди предпенсионного возраста – это еще люди часто полны энергии, опыта, знаний, умения организовать свой труд, дисциплинированные, требовательные к себе, ответственные. И поэтому учреждение, конечно, с удовольствием предоставит возможность таким людям поработать на благо учреждения. Помимо поиска работы, амурчане могли также записаться на обучение компьютерной грамотности и получить консультацию от специалистов пенсионного фонда и фонда социального страхования. Люди старшего поколения интересовались, как получить пенсию по потере кормильца, восстановить учетную запись на портале госуслуг, а также работающие пенсионеры спрашивали, в случае их увольнения, в каком месяце начнется индексация их пенсии. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Преамурье составили рейтинг управляющих компаний. Министерство ЖКХ области оценило работу 165 организаций региона. Мониторинг вели, исходя из оснащенности многоэтажных домов, общедомовыми счетчиками, определяющими потребление электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды. В лидеры вышел Циолковский. Как оказалось, в Зато счетчики стоят во всех домах. В свою очередь, из всех управляющих компаний региона установить в многоэтажках приборы учета на 100% смогли только 15 организаций. 5 в Благовещенске, 6 в Тынде, 3 в Циолковском, 1 в Благовещенском районе. В списке отстающих город Свободный, а также Сковородинский и Ромнинский районы. Благовещенцы могут через социальные сети сообщать о коммунальных авариях. В областной столице заработал онлайн-сервис «Амурский сигнал», через который можно рассказать об отключении света или открытых люках. Пилотный проект «Водный сигнал» в АКС запустили еще в конце июня. Уже сегодня онлайн-сервис расширили еще двумя функциями, которые позволят оперативно и напрямую связаться с диспетчерской «Амуртеплосервиса» и «Амурэлектросетьсервиса». Теперь он носит единое название «Амурский сигнал». Для отправки сообщения в диспетчерский достаточно иметь под рукой мобильный телефон, планшеты, либо компьютер с доступом в интернет. Информацию можно отсылать через мессенджеры WhatsApp и Viber. Номера диспетчерских служб можно найти на сайте АКС. В Благовещенск прибыл транссибирский поезд дружбы с японскими студентами. Необычный проект запустили в рамках «Года Японии в России» и «Россия в Японии». Юные делегаты показали концерт Дальгао, а после пообщались со студентами. Главная цель японских артистов – познакомить зрителей со своей культурой и традициями, а также получить обратную связь от российской молодежи. Молодежная делегация приехала в Благовещенск впервые. Многие студенты до этого никогда не были в России. Программа, которую подготовила делегация, включает в себя пять номеров. Среди них танец с зонтами, традиционный танец префектуры Ямагата – Канагаса-Онда. Выступления косплееров и другие. Идет перекрестный год Японии и России. В Японии мы объявили студентам, молодежи, что нужны те, кто хочет поехать в Россию. Желающих набирали из числа тех, кто интересуется и любит Россию. Все студенческие коллективы из разных городов Японии. Поезд дружбы стартовал в Хабаровске. Также студенты уже посетили Биробиджан. После Благовещенска молодые люди побывают в Чите, Улан-Удэ и Иркутске. 500 белогорцев бесплатно поплавают в бассейне нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Абонементы на разовое посещение они выиграли в день выборов. 9 сентября почти 9,5 тысяч горожан приняли участие в вопросе о жизни в Белогорске. Каждый получал купон с номером. 500 обладателей абонементов на бесплатное посещение бассейна определил счастливый случай. Воспользоваться купонами они смогут в течение декабря в рабочие дни с 8 утра до 17.00. Список фамилий размещен на официальном сайте Белогорска в разделе «Народная строка». Одни зрители пришли в восторг, другие остались в замешательстве, а некоторые вовсе покидали зал, не дождавшись конца. Благовещенцам представили одну из самых необычных постановок Амурской осени – гамлеточная ставка. Конкурсный спектакль в современном прочтении отличался от шекспировского. Если ты моя другая, то быть или не быть? Нет, я столько не выучу. Торопиться нет, да? «Быть или не быть» – этим вопросом здесь задавались все герои спектакля, поочередно произнося легендарный монолог, оказываясь в той или иной степени гамлетом. В целом слова актеров отличались от шекспировского текста, речь была наполнена современными понятиями, нелепыми выражениями и черным юмором. Главная необычность спектакля была в том, что артисты свободно перемещались по сцене, выходили в зал и присаживались в первый ряд. И наоборот, появлялись из темноты и начинали играть сцены. Амурская осень продолжается, конкурсные спектакли еще идут, лучшие будут отмечены призами. Избавиться от лишних килограммов, сантиметров и комплексов всего за три месяца смогут участницы нового реалити-шоу на Амурском областном телевидении. Проект Beauty IQ стартовал в эфире 17 сентября. Еще в начале июня мы объявили кастинг и получили больше 200 заявок. Из них жюри выбрало всего трех конкурсанток. Под руководством тренера и экспертов индустрии красоты они будут меняться на глазах телезрителей. Кстати, главный приз проекта – путевка в жаркие страны. Яна Лисовая побывала на кастинге и первая познакомилась с будущими участницами шоу. Больше 200 заявок от участниц из разных районов Преамурия. Из них на кастинг жюри пригласила только самых интересных. Вы пишите, что вы веселая и без комплексов, без стеснений. Да. Ну, вроде бы что. Что вы готовы сейчас делать, чтобы подтвердить? Интересный вопрос. Не знаю. Хотите, я вам спою? Давайте. Твои глаза такие чистые, как небо, назад нельзя. Диане всего 18-ти. Она самая юная участница кастинга. Хотя возрастной диапазон конкурсантов не ограничен. Ведь красоте, как и любви, все возрасты покорны. Как вас зовут? Галина. Сколько вам лет? Скажите вы сначала. А я думаю, вам 35. Нет, я честная женщина, мы всего 60. Всего 60. А если по паспорту? А если по паспорту? Ну, скорость 77. Скорость 77. Вы вдова? Да, к сожалению. Но вы пишите, что у вас очень много ухажеров в анкете. Ну, проекты есть. Проектируете ваши проекты? Да, да. Кто-то из участниц захотел попасть на проект, чтобы помолодеть. У кого-то другая причина. Конечно, мне не нравится свой вес. Это как бы одна основная большая причина. Это основная задача, да? Да. Ну, вообще, да, основная моя задача по жизни. Потому что с таким весом жить тяжело. Как бы кто бы и не говорил, что я принимаю себя такая, какая есть. Ну, конечно, это не так. Ну, самое главное, наверное, похудеть. Как вот схуднуть? Какой сейчас есть? Ну, я бы не хотела открывать эту тайну. В душе-то я дюймовочка. Насколько бы вы хотели за проект скинуть? Сколько килограмм? Ну, минимум килограмм 10. Думаю, что за время проекта это возможно. По крайней мере, после 6 я не ем. Даже если я там срываюсь, ем жареное мучное, после 6 у меня все, рот закрыт на замок. Но от этого вес не уходит. Если я приезжаю домой к маме, к папе, к сесаре, там, в деревню, ну, я кушаю, как они. Ну, меня вообще разносят только в путь. То есть там, ну, если я питаюсь, как обычные люди, то меня разносят. Если я хотя бы питаюсь, как обычные люди, но после 6 не ем, вес просто стоит. Когда я начинаю питаться правильно, он потихоньку уходит. Вот, в общем. Ну, то есть, если вы, мы вас выбираем участвовать в проекте, вы готовы, естественно, строгую диету? Готова. География участниц кастинга вышла за пределы Благовещенском. Татьяна Кузнецова, например, приехала из поселка Новобурейский. Меня зовут Татьяна. Сколько вам лет? Мне 49 лет. Полный. Хочу поменяться, преобразиться. Быть красивой, молодой, продлить молодость себе. А вы где проживаете? Поселок Новобурейск. Ну, 2,5 часа езды. Я готова ездить. Потому что преображаться очень хочу. Реалити-шоу «Бьюти Айкью» – это проект преображения. Три месяца наши участницы будут усиленно заниматься в спортзале под руководством профессионального тренера, придерживаться правильного питания и пройдут курс косметологических процедур. И все это абсолютно бесплатно. Но кроме внешних изменений, организаторы проекта преследовали цель изменить участниц еще и внутренне, дать больше уверенности в себе и избавить от комплексов. У меня сейчас такой период в жизни преображения, изменения, то есть этапы. У меня нет инстаграма, у меня нет всяких развлекательных каких-то вещей. Я решила поменять работу, ушла с работы в никуда, поменяла место жительства, заканчивая бракоразводный процесс. У меня все хорошо будет. Ну, вот думаю, что это начало. Именно преображение, именно в прямом смысле слова. Кого же выбрать для участия в проекте? Для жюри задача не из легких. После долгих обсуждений эксперты все-таки определились с кандидатурами. Но позже выяснилось, одна из предполагаемых конкурсантов по личным причинам отказалась от участия. Пришлось ее заменить. Таким образом, в реалити-шоу Beauty IQ изменять себя будут Татьяна Кузнецова из Новобурейского, 49 лет, Екатерина Сиянова, 25 лет и Татьяна Рощина, 23 года. Всем им предстоит масштабное преображение, но только одна сможет получить главный приз – путевку в жаркие страны. Кому он достанется, узнаете на нашем канале. Яна Лисовая, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Напомню, пересмотреть программу вы всегда можете на нашем сайте amurobl.tv. А я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова